МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово иностранное – раз, слово странное – два, не отображающее на самом деле смысл, что это такое, потому что коуч переводится как тренер с английского, коуч переводится как наставник, и коуч переводится как гужевая полоска. И, пожалуй, только третья соответствует истине, потому что коуч – тот специалист, который помогает человеку либо команде, либо организации прийти из точки А в точку Б. Вот уже семь лет Наталья в этой профессии. Именно опыта, также приобретенные за все время знания, подсказывают ей. Это куда более обширная работа, нежели обычное тренерство. Сейчас, так как эта профессия стала очень популярной, сейчас кто только не называет себя коучем. И уже так много мифов на эту тему, что, не знаю, возможно, я как-то буду даже переименовывать себя, наверное, то, чем я занимаюсь. Помогает другим раскрывать в себе потенциал, слышать свое сердце, понимать, чего хочется на самом деле, отделять истинные цели от ложных. Это только часть задач, которые решает Наталья как коуч. В общем, это такая вот помогающая профессия, которая создана для того, чтобы с каким бы запросом люди не приходили, принять решение, найти свое дело, выстроить гармоничные отношения, чтобы с помощью техник, методик, инструментов вот этот специалист мог бы помочь человеку решить все его задачи. Вообще желание помогать людям у нашей героини было всегда. Именно поэтому когда-то она поступила в мединститут и даже стала одним из первых в городе семейных докторов. Страстно любила свою профессию. Но потом, когда стала сталкиваться с системой здравоохранения, таковой, какая она есть, я стала снова находиться в поиске. И ушла работать в такую очень крупную корпорацию, где были возможности для роста, развития, совершенно другие материальные возможности, в отличие от тех, которые у меня были тогда, когда я доктором работала. И 7 лет жизни я посвятила немного другой отрасли. Но так как я постоянно развивалась, училась, обучалась, проходила тренинги, читала книги, и я понимала, что есть что-то, что мне очень хочется, но пока я не могу это найти. Постепенно с пониманием того, с чем и как нужно работать, она нашла свое любимое дело, которым и занимается сейчас. Инструменты, методика коучинга, она применяется во всех сферах и в личной, и в деловой, индивидуально с людьми, с командами, с организациями, с проектами, как угодно. При этом очень эффективный, глубокий, и при всем при этом, многообразие своей эффективности, он еще очень экологичный. И основан этот метод, наверное, на двух таких важных вещах. Первое – это слушание, то есть умение по-настоящему выслушать собеседника, услышать то, что он хочет, и с помощью вопросов, то есть без советов, без интерпретаций, без каких-то рекомендаций, с помощью вопросов и специальных техник помочь человеку осознать, что хочет он. То есть вот это не консалтинг, не психотерапия. Слушать, уметь задавать собеседнику такие вопросы, которые помогут ему увидеть ответы внутри себя – вот что должен уметь коуч. Поняв это, Наталья, наконец, нашла взаимосвязь между своей первой профессией и нынешней работой. Настоящий доктор, он ведь лечит словом, он находится с другим человеком, он беседует с ним, и уже это исцеляет. В коучинге так это и работает. Ты просто находишься без таблеток, без рецептов. Ты просто находишься рядом с другим и помогаешь своим присутствием, добрым словом, отношениям, выслушиванием. Уже человеку становится легче. Второе мое образование было, это назывался менеджмент организации, то есть это такое бизнес-образование, образование управленческое, откуда были тоже взяты, в коучинге очень много методик, которые из менеджмента. Третье образование было психологическое. Все это стало фундаментом, который, будучи скрепленным международными обучающими программами, превратился в устойчивую и перспективную профессию. Кстати, ей Наталья еще и обучает. На самом деле, для того, чтобы работать в этом методе, совершенно не обязательно быть психологом или доктором, или управленцем. Методики эти, на самом деле, я, честно, в всех своих тренингах стараюсь сделать сложное простым. То есть настолько просто изложить материал, а если это искусственно не усложнять, не нагнетать, я не знаю, многие берут что-то простое, и наоборот это усложняют для того, чтобы, я не знаю, оно может быть значимости придать или еще что-то. На самом деле все очень просто. На программу приходят специалисты из совершенно разных профессий. Объединяет их одно – необходимость взаимодействия с другими людьми. Для тех, у кого нет времени на длительный курс, Натальей был создан тренинг основы коучинга за один день. Обучается этому методу в однодневном формате. Именно уже технично инструментарий получает. Ну и тоже прорабатывает очень много своих задач за этот один день. Вдохновить и зарядить – цель еще одного мастер-класса. Коучинг «Новые возможности вашей личности» собирает совершенно разные возрастные и социальные группы слушателей. Когда я начинала эти мастер-классы проводить, то, наверное, 80% информации было о коучинге и какое-то количество инструментов. Сейчас на этих мастер-классах я, наверное, даю процентов 5 информации о том, что это такое за метод, потому что информации очень много. А уже остальные 90-95% я даю методики, технологии, инструменты, самые разные, благодаря которым люди, собственно говоря, ставят цели, находят источники энергии, принимают какие-то важные решения. То есть этот мастер-класс идет 2,5 часа, и это такое, знаете, как социальное мероприятие, благотворительное. Есть у Натальи и программа для руководителей. Лидер как коуч успешно идет с 2009 года в Прибалтике, Москве, Казани и на Дальнем Востоке. Цель – дать каждому, кто стремится к развитию, эффективные инструменты для максимально быстрого достижения поставленных бизнес-задач. Обучение состоит из четырех модулей интенсивов. Ведут их опытные, известные на мировом рынке бизнес-коучи и тренеры. По итогам обучения участники получают сертификат российского и международного образца. Баланс везде и во всем, как и в работе, так и в личной жизни. Наталья всегда помнит главное – она женщина. И вот все вопросы связаны с женственностью, женским предназначением, с мужско-женскими отношениями, с балансом вот этого личного и делового, с тем, что я мама троих деток. Это важно, это занимает, наверное, большую часть моей жизни, безусловно, чтобы все это выстроить, да, чтобы все это работало, чтобы все это приносило удовольствие и счастье. Семья – это труд, ответственность и подход к вопросу семейному от того даже более серьезный, чем к деловому. Мы с супругом очень много разговариваем на эту тему, очень много учимся, ищем информацию, читаем книги, смотрим видео, общаемся с семьями, которые уже со стажем. Для нас это прямо такое большое поле для совместной деятельности, очень неизученное. Поэтому мы много уделяем времени развитию отношений и тому, как правильно жить в паре, жить в семье, как воспитывать детей. В свободное время наша героиня также проводит с пользой. Наталья предпочитает активный отдых, любит лыжи и коньки, но чаще всего просто гуляет. 10-15 километров – такое расстояние для себя считает самым оптимальным. Идеально – это по берегу моря, еще более идеально – это рядом с любимым. Но если вдруг таких возможностей нет, я стараюсь каждый день выходить из дома, где бы я ни жила в этот момент, и просто гулять. И это время я гуляю молча, не разговариваю по телефону, не слушаю музыку, дышу воздухом, иногда делаю какие-то дыхательные практики. Но в основном это такое соединение с собой, и такое вот, в общем, это время для себя, когда ты понимаешь, задаешь себе вопросы, кто ты, куда ты движешься, что тебе важно, туда ли ты сейчас идешь. Наталья признается, сейчас вектор ее жизни снова меняет направление. Ее все больше тянет к медицине, но не к той, которую она изучала когда-то, которая лечит болезнь, а к той, которая объясняет, как эту болезнь предотвратить. Со стороны на себя посмотреть и вспомнить, какие книжки у меня сейчас лежат в багажнике, на полках, там, возле кровати, и так далее, все всегда в книжках, то в основном эти книги сейчас посвящены здоровью, молодостью, долголетию и о том, как быть здоровым, молодым, красивым, жизнеспособным, энергетичным, без лекарств, то есть посредством правильного питания, интересных дыхательных практик, физических практик, практик осознанности. Вот, наверное, это меня сейчас увлекает больше всего. Пока не называют это профессией, но начинает страстно погружаться в новое. И, возможно, скоро на мастер-классах Натальи Исичкаревой можно будет не только познать себя, но и узнать секрет вечной молодости. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok